Рада приветствовать всех, кто вместе со мной делает анимацию снега, да и вообще всех, кто учится программировать, в данном случае программировать Scratch. Я надеюсь, что вы уже видели две предыдущие части уроков, в котором мы разными способами, двумя разными способами сделали реализацию падающих снежинок. И сейчас мы подведем небольшой итог. Посмотрим, как еще можно использовать шаблоны этих скриптов и какие придумывать другие проекты. Начнем с примера, который основан, в принципе, на том же скрипте, который мы сделали во второй части. Это скрипт снегопада с использованием клонов. Вот так падают наши снежинки. Например, можно сделать еще и дождь. Вот, к примеру, у меня дождь. Если вы заметили, то отличается дождь тем, что капли падают немножечко не вертикально, а под углом. Но, собственно, всегда, когда идет дождь, дует ветер в большинстве случаев. Единственное, что вот здесь вот с краю капли как будто бы стекают. Это так устроен скрэйч. Команда плыть, она работает таким образом. Если использовать, например, изменение координат, возможно, такого эффекта не будет. Что здесь изменилось по сравнению со скриптом снегопада? А всего лишь один маленький момент. Там, где мы использовали положение x, здесь у нас арифметическое выражение. Мы от текущего положения x, которое у нас было в верхней точке. Отнимаем, например, 100. Если я сейчас вычту не 100, например, а 200, то мы сразу увидим разницу. То есть дождь стал еще более косым. Единственное, что, наверное, имеет смысл и немножечко повернуть наклон капли, то есть изменить костюм. Сейчас попробуем. Вот так получается более реалистично. Можно менять размер капель. Единственное, с чем я здесь работала, это я работала над размером. Я работала над костюмом. Я рисовала эту каплю. Если будет необходимость, пишите в комментариях. Я сделаю отдельный урок, как такую каплю быстро нарисовать. Это очень просто и быстро. Но мне кажется, что в векторном редакторе все знают, как это делать. И вот я добавила арифметическое выражение. Все, дождь готов. Следующий пример вообще очень праздничный. Это у нас праздничные конфетти. И здесь, если вы видите, у меня три спрайта. Причем все три этих спрайта, они имеют почти одинаковые скрипты. Сейчас покажу, чем они отличаются. Но наборы костюмов у них абсолютно одинаковые. Ровно по семь костюмов одинаковых. Это звездочки и какие-то треугольнички. Я даже не помню, где я брала эти костюмы. Они у меня, если кто-то заметил, есть в рюкзаке. Ну и я опубликую эти проекты для того, чтобы вы могли использовать эти спрайты, если захотите делать какие-то праздничные открытки. Чем отличаются скрипты каждого из трех спрайтов. В принципе, те, кто помнит о клонах, наверняка подумал, зачем три спрайта. Сейчас я поясню. Итак, в первом спрайте у нас осталось, ну как бы колебание наших спрайтов влево-вправо. Немножко они как бы так дрожат. Точно так же, как дрожали наши снежинки. У другого спрайта вместо случайного поворота мы сделали поворот вращение по часовой стрелке. И вот у нас есть некоторые спрайты, которые вращаются по часовой стрелке. Ну и наконец, третий спрайт отличается тем, что мы вращаем против часовой стрелки. Я намеренно здесь поставила минус 5, хотя в принципе можно использовать повернуть против часовой стрелки на 5 градусов. Вот сейчас я заменю и будет то же самое абсолютно. То есть просто для разнообразия, чтобы разные спрайты вращались в разные стороны. Это все-таки конфетти, а не снежинки и не дождь. Да, кстати, дождь. Там капли никак не поворачиваются. Это нет необходимости делать. Они просто летят в одном и том же направлении. Это три примера, в которых использованы клоны. А сейчас мы рассмотрим один пример, где клоны в принципе не понадобились. Использовался первый шаблон. Там, где мы делали дубли спрайтов, это используется в игре. Смотрите, вот такая игра. У нас падают фрукты, их необходимо ловить. Если присмотреться внимательно к проекту, я пока немножко поиграю. А вы смотрите. Но сейчас не буду уже играть, но как будет получаться. Смотрите, у нас есть три спрайта. У каждого из этих спрайтов скрипт одинаковый. Например, у спрайта яблоко у нас цикл повторять всегда, где у нас спрайт появляется, переходит в верхнюю координату в случайной позиции по координате Х и летит спокойненько к себе вниз. Потом происходит ожидание какое-то время и, в общем-то, все начинается с начала. То же самое у второго спрайта есть такой цикл и у третьего спрайта тоже есть такой цикл. Отличаются они тем, что перед циклом у нас фиксированное ожидание. Вот полсекунды мы ожидали для того, чтобы начал падать апельсин в самом начале игры. Одну секунду для того, чтобы начали падать бананы и ничего не ждали для того, чтобы падал падала яблоко. Потом, в принципе, уже происходит небольшой сдвиг, потому что мы перемещаемся вниз, а потом в цикле ждем случайное количество секунд, поэтому они в случайном таком порядке, в принципе, и падают у нас в дальнейшем. Ну и если вы видите, у нас появился еще кусочек кода, где мы анализируем касание фруктов нашей тарелки и подсчет очков. Но это отдельная история. Если кому-то интересно, можно будет сделать отдельный урок по этой игре. Но мне кажется, что вы тоже посмотрите этот проект и замечательно с ним разберетесь. Какие еще могут быть примеры? Да, их может быть огромное количество, ведь наши спрайты могут падать не сверху вниз, а снизу вверх и из одной стороны в другую, слева направо, справа налево, и по диагонали, и каким угодно образом. И не обязательно проходить всю сцену, а, допустим, какую-то часть сцены. И все в ваших руках. У вас есть уже примеры скриптов, и вы можете использовать их как в анимации, так и в играх. Я желаю всем успехов, массы творческих идей. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, спрашивайте, если что-то непонятно. Буду очень рада ответить на вопросы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова